Здравствуйте! В эфире информационно-правовая программа 112. Я расскажу вам о событиях за последнее время. В период времени с 14 по 20 января 2019 года на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 231 происшествие, из них 14 преступлений, 6 из которых раскрыто в течение дежурных суток. К административной ответственности привлечено 36 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, одно с причинением вреда здоровью. 17 января в районе дома 31 по улице Октябрьской в городе Наринмаре девушка 1983 года рождения, управляя автомобилем, при движении задним ходом, не убедилась в безопасности совершаемого маневра и совершила наезд на пятилетнюю девочку, которая передвигалась на детском снегокате в сопровождении матери. После чего виновница ДТП оставила место происшествия и уехала, однако сотрудниками Дорожно-патрульной службы полиции была установлена. Ребенок осмотрен врачами бригады скорой помощи и отпущен с матерью домой. Сотрудники госавтоинспекции округа призывают водителей и пешеходов быть более внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. В ночь с 18 на 19 января 2019 года на территории Ненецкого автономного округа проведено празднование одного из главных христианских праздников – Крещения Господня. По традиции совершить обряд купания в районе Качгартинской Кури и в районе улицы Нефтяников в поселке Искателей пришли все желающие жители и гости округа. Полицейские совместно с сотрудниками Управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу, представителями народных дружин и общественных формирований обеспечили охрану общественного порядка и безопасность граждан. С принятыми мерами нарушение общественного порядка не допущено. На территории Ненецкого автономного округа в период убойной кампании продолжается проведение оперативно-профилактического мероприятия «Тропа-2018». Сотрудники полиции ежедневно осуществляют патрулирование. Фактов незаконной добычи от стрела оленей не допущено. В дежурную часть управления обратился мужчина с сообщением о том, что 1 января 2019 года неизвестное лицо похитило у него мобильный телефон стоимостью 14 тысяч рублей. Как пояснил заявитель полицейским, он в этот день находился в гостях, где распивал спиртные напитки в компании малознакомых ему людей. Изрядно выпивший мужчина уснул, а проснувшись обнаружил пропажу гаджета. Сотрудниками отдела уголовного розыска лицо, совершившее хищение, установлено. Им оказался житель поселка Харивер Ненецкого автономного округа, 1995 года рождения, куда, как выяснили оперативники, он вернулся вскоре после того, как совершил хищение мобильного телефона. В настоящее время следственным отделом в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража. Телефон у него изъят. Уважаемые жители округа, стражи порядка убедительно просят вас более ответственно относиться к своему имуществу и воздерживаться от чрезмерного употребления спиртных напитков, особенно в малознакомых компаниях. В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» Снегурочка и общественники посетили средние общеобразовательные учреждения города Наринмара, где играли с детьми в подвижные игры, загадывали учащимся новогодние загадки, рассказывали детям об основах законопослушного поведения и ответственности за противоправные действия, о правилах личной и общественной безопасности, а также о поведении в публичных местах. В качестве подарков каждому ребенку вручены сладкие подарки и красочная памятка с волшебными заклинаниями и раскрасками. Также полицейские посетили и поздравили воспитанников и коллектив подшефного детского дома. Ребята рассказывали стихотворения, пели песни, отгадывали загадки и водили хороводы возле новогодней елочки. В завершение новогоднего утренника детям вручены билеты на новогоднее театрализованное представление, проводимое во Дворце культуры Арктика. Кроме того, в преддверии Нового года полицейский Дед Мороз навестил детей сотрудников Управления МВД России по Ниевскому автономному округу, вручив каждому ребенку подарки и сладости. Сотрудники отдела по вопросам миграции напоминают, что патент для осуществления иностранными гражданами и лицами безгражданства трудовой деятельности на территории Российской Федерации выдается лично при предъявлении следующих документов. Документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Российской Федерации в этом качестве. Документа, подтверждающего уплату налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на период действия патента. Уважаемые работодатели и иностранные граждане, обратите внимание, что с 1 января 2019 года размер фиксированного авансового платежа по НДФЛ по патенту на территории Нинецкого автономного округа составляет 8 060 рублей в месяц. Оплатить патент можно на срок от 1 до 12 месяцев. Сотрудники Управления МВД России по Нинецкому автономному округу напоминают гражданам и организациям о возможности получения государственных услуг в электронном виде по линии информационного центра отдела ГИБДД, отдела по вопросам миграции, отдела по контролю за оборотом наркотиков, а также по добровольному дактилоскопированию граждан. Для получения необходимой услуги гражданам достаточно зайти на портал госуслуги.ру и в течение нескольких минут заполнить заявление, после чего выбрать удобное время и дату и без ожидания в очереди воспользоваться выбранной услугой, оплатив при этом госпошлину с 30% скидкой. В частности, услуги отдела по вопросам миграции и отдела ГИБДД УМВД России по Нинецкому автономному округу. К сведению, в соответствии с пунктом 4 статьи 333.35 Налогового кодекса, предоставляется 30% скидка при оплате госпошлины в случае подачи заявления о предоставлении услуги в электронной форме через портал госуслуги.ру. Согласно федеральному закону номер 424 от 27 ноября 2018 года, скидка на госпошлину продлена до 1 января 2021 года. 5 января 2019 года в вечернее время жительница поселка Красное Нинецкого автономного округа в присутствии других граждан нанесла оскорбление участковому полномоченному полиции, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. А немногим позже эта же гражданка, находясь в помещении опорного пункта полиции поселка, применила в отношении участкового насилие, ударив его. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Граждане должны помнить, что в действующем уголовном законодательстве ответственность за преступления, совершенные против сотрудников полиции, являющихся представителями власти, предусмотрена специальными нормами Уголовного кодекса Российской Федерации. Так, за публичное оскорбление представителя власти действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность по статье 319 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание варьируется от штрафа в размере до 40 тысяч рублей до исправительных работ на срок до одного года. Кроме того, за применение насилия, либо угрозу применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, предусмотрена статья 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание от штрафа в размере до 200 тысяч рублей и до лишения свободы на срок до 10 лет. Накануне Дня российского студенчества МВД России предоставит молодежи уникальную возможность на практике познакомиться с работой сотрудников полиции. В управление собрались студенты Ненецкого аграрно-экономического техникума, Ненецкого профессионального училища и социально-гуманитарного колледжа, которые ознакомились с программой мероприятий в период с 20 по 24 января 2019 года. В первый день стажировки студенты посетили музейный уголок Управления МВД России по Ненецкому автономному округу, где их познакомили с информацией о поступлении в высшие учебные заведения в системе МВД России и о прохождении службы в органах внутренних дел. Инспектор отделения Организации охраны общественного порядка, в свою очередь, рассказал студентам о добровольных народных дружинах, о правовых основах и об участии граждан в охране общественного порядка, о представителе Общественного совета при МВД Вера Дроздова, о назначении совета и его работе. Затем начальник дежурной части, подполковник полиции Роман Ульянов, показал учащимся камеры для административных задержанных, находящиеся в дежурной части, и продемонстрировал работу аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», разъяснив при этом значение и важность этой системы при выявлении и раскрытии преступлений и административных правонарушений. Также в рамках всероссийской акции полицейскими совместно с Нинецкой региональной общественной организацией «Динамо» запланировано проведение спортивных состязаний между учебными заведениями, по результатам которых команду победителя ждет кубок и памятные дипломы. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управлением ВД России по Нинецкому автономному округу по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.